Поехали по делам. Итак, что касается общих впечатлений. Я вам скажу, что это прекрасная страна. Я здесь четвертый раз уже. Но первый раз ловил. Я здесь был на семинарии два года назад. Юра Каганович. Видите, как оператора трусят нашего. Ветер сильный. Если видите пальмы за моей спиной, то они тут развиваются очень серьезно. Прекрасные люди. Огромное количество помощи. Вот прям даже не ожидал. У Карпятников, конечно, сообщество крепкое и сильное. Но вот чтобы так, чтобы прямо... Ну, скажем так, что нам даже люди, которые ловили рыбу с нами на турнире. Прямо вот как тигровый орех мы привезем будет у нас в этом году. Большое количество тигрового ореха. Прямо люди, которые участвовали с нами в турнире, при этом ловили. Но я даже скажу, что это команда... Одна из лидеров команды. Они нам ночью присылали смс-ки, на что ловить. То есть, понятно, что это нам мало там помогает. Но сама суть их обращения, сама суть их старания, желания помочь конкурентам, причем во время турнира, ну, это прям по-нашему. Мы так делаем очень часто, когда хотим действительно кому-то помочь. Поэтому я был приятно удивлен вот этой вещью. Как нам помогали по оборудованию. Как нам помогали советами. Советов было настолько много, что можно было в самих советах запутаться. И поэтому тут была очень тонкая грань, как нужно было бы пройти по ней, чтобы не свалиться в хаос. Хаос, который бы вы начали делать в секторе, который бы мы начали создавать своими движениями и так далее. За маркетингом в карпфишинге. Ну, да, нужно разговаривать. Давайте я потом на вопросы отвечу, а то я потеряю мысль. Вот, поэтому большое количество советов, как я всегда рассказывал в лекциях, везде это еще и плохо. Тут нужно научиться отсеивать вот эти вот лишние, убирать нестыковки и так далее. Но большая масса, если у вас на это есть время, можно ее переработать и из этой массы выудить, вычленить очень ценные вещи. Вот, поэтому в первую очередь я хотел отметить, конечно, гостеприимность, есть доброжелательность тех людей, которые здесь не просто карпятники, я думаю, просто люди. И карповое сообщество очень крутое с точки зрения такой помощи, браться. Причем это не казалось, не только нас помощь, мы помогали украинцам, помогали белорусам. То есть всем, кто приехал сюда, оказывалась помощь. Не знаю, как там, горизонтальные внутренние связи, в клубе, в Израфиш, но я думаю, тоже все нормально, потому что, в принципе, чувствуется очень позитивная, очень благоприятная, такая креативная, как сейчас говорят, обстановка. То есть вот с этой точки зрения мне очень понравилось. Это вообще круто. С самого момента нашего прилета любой, даже те гости, у нас был непрекращаемый поток... Викториянская, спасибо большое. Непрекращаемый поток людей к нам в сектор. В 5 утра приезжали, приезжали, когда мы ложились спать. Я рассказывал историю, как Коля Марков приехал с товарищами к нам в гости, с сумками еды, как говорят, жареного мяса, там печени, каких-то вещей, а мы уже просто спали, потому что ушатались за день, а темнеет тут рано и холодает, соответственно, рано. Поэтому, конечно, ну вот это все подкупает, скажем так. Это все настолько приятно и вот это вообще очень круто. Молодцы из Рафиши, вообще карпятники. Особо хочу отметить Юру Кагановича, Вову Файермана, кто вообще нас вел к этому турниру. Братья Филсонов обязательно, которые вообще оказались ребятами очень-очень искренними, честными, порядочными. И такими душевными, доброжелательными. Мы даже вчера это сидели, ужинали и с Анохинами обсуждали, что удивлены многими моментами вот общения, отношения. Не знаю, чем это вызвано, но это и не так важно. Да, поэтому вот с этой точки зрения все круто. Значит, с точки зрения самого турнира, его перспектив, галерийского карпа и так далее. Значит, я считаю, что вообще уникальность этого турнира заключается в двух основных вещах. Первая вещь, это, конечно, наличие возможности ловить в то время, когда в Европе и в России ловить практически невозможно. из-за погоды, то, что это зима. Это, несомненно, вот такенный плюс, вот так, квадрат огромный. Значит, это первый очень важный момент, который вот, он есть в данности, все, и даже не важно, 10 градусов тепла или 20 градусов тепла в январе, это в любом случае безальтернативный вариант, которым мы должны, я считаю, обязаны все пользоваться и развивать этот турнир. Второй огромный плюс этого турнира, то, что он может быть действительно международным, действительно большим, потому что озеро Кенери это огромное и позволяет, ну, при отсутствии форс-мажорных каких-то моментов, вот как, например, разлив воды, который был здесь. Вот этот вот, да, я именно и говорил про команду Аса, кстати, когда рассказывал, там все помогали, все писали, приезжали с другого берега от нашей любимой джет-стримы, которые сейчас третьи в рейтинге международной лиги стоят, прислали нам уральца, для того, чтобы он пришел и посмотрел и показал нам место блуждающей трубы, он обалдел, когда зашел сектор, увидев количество воды, количество кустов воде, и там, ну, то есть, все было совсем по-другому, очень многие, кто давали советы, они даже примерно не представляли, какая обстановка, то есть, когда мы уезжали из сектора, у нас оставалось два метра до стены воды, два метра, ну, можете себе представить, вот, Дим, все потом расскажу, где регистрируется на этот турнир, когда и так далее, значит, с точки зрения того, что здесь можно посадить на этом водоеме огромное количество команд и сделать его международных, потому что, ну, в принципе, Израиль, это куда могут все прилететь, без всяких политических, неполитических моментов и так далее, и здесь, в принципе, учитывая, что карфишинг здесь развивается, можно сделать очень, очень крутой турнир, да, в любом соревновании, есть, в любой организации соревнований есть свои проблемы, есть свои нюансы, и есть вещи вообще, на которые мы не можем влиять, я бы не стал поддерживать какие-то отдельные критикующие голоса о том, что вот там не так, было размечено и так далее, поверьте мне, я общался со всеми членами главными, кто занимается, главным судьей, Кешей, Смазленным, с Хайкиным, с Парпароном, мы общались со всеми, говорили на эту тему, и я вам говорю, что я на 200% уверен, что ребята планировали и сделали все, что возможно было сделать в этих условиях, это погода, это стихия, природа, здесь ничего не сделаешь, и вообще нужно понимать, что все-таки, я считаю, главное во всех, во всех таких турнирах, как и в Международной Карповой лиге, я подчеркивал это неоднократно, это даже не спортивный результат, это даже не титулы, и звания, и борьба, хотя это конечно является базисом, основой, но не менее важным, поставлю их на один уровень, не менее важным является общение, вот это сообщество карпятников, это общение между людьми, когда люди с разных стран встречаются, увлеченные одной идеей, увлеченные одним действием, одним азартом, они встречаются, потом они поддерживают отношения, вот это есть самое главное, почему к официальному спорту, в чем разница официального спорта и коммерческого спорта, потому что в официальном спорте нет ничего, кроме результата, там есть четкие цели и задачи, вот, а в коммерческом спорте, помимо результата, целей и задач, спортивной борьбы, на его же уровень, на его же планку, становится и межличностное общение между клубами, людьми отдельными, связи, дружба, уже есть многолетние связи между спортсменами, карпятниками, и вот это общение, встречи, вот эта тусовка, вот это должно быть очень круто, и здесь это присутствует в очень, в очень ярком своем проявлении, понимаете, поэтому вот, коммерческий спорт позволяет нам дружить, позволяет нам карпятникам не просто соревноваться, ненавидеть друг друга, соперничать и еще что, он позволяет нам дружить, общаться, переживать, вот, кстати, по-моему, так, ладно, это потом расскажу, это немаловажная вещь, что касается организации конкретно, здесь, конечно, нужно будет обращать, в первую очередь, внимание на то, какие погодные условия в тот или иной январь, когда его планируют проводить, нужно смотреть, будет уровень воды, нужно будет смотреть по нересту, то есть, ну, мое мнение, я все свое мнение высказал ребятам, я думаю, что они где-то учтут, где-то не учтут, это их право, вот, но обязательно нужно делать таким образом, чтобы соревновательная часть была тоже на высоте, то есть, не просто мы общаемся, а соревнуемся, как-то собирать компактнее, нам, допустим, не хватало общения с другими командами, но мы очень хотели бы сходить к кому-то в гости, к нам приходил периодически сектор номер два, их представитель, ну, единственный, кто к нам приходил из спортсменов здесь, ну, и уралис приезжал, все, вот, а ко всем остальным командам мы не могли ходить, потому что это было реально далеко, это надо было брать машину и куда-то ехать, вот этого нам не хватало, вот, поэтому, чтобы вот, как-то можно было общаться и во время турнира, потому что пять суток это действительно много, и можно познакомиться, жениться и развести за это время, вот это мы бы хотели, чтобы была такая возможность, ну, и, конечно, нужно будет смотреть, что по воде, что по нерест, что какие вещи, причем, я еще раз говорю, никто никогда не даст никакой гарантии, какая будет рыба активна, никакой организатор, какая рыба будет активна, какая рыба будет неактивна, будет ли она клевать или не будет, я вам скажу так, если мы возьмем в совокупности чемпионаты мира, как наивысший турнир, который должен быть максимально качественно подготовлен, и проведем, ну, я вам могу по пальцам сейчас вспомнить очень быстро турниры, которые, чемпионаты мира, вот, которые бы показывали достаточно слабые места в организации или в ловле рыбы, да, то есть, либо в поклевке, ну, та же Сербия, та же Италия, нет, Италия нет, та же Португалия тринадцатого года, то есть, есть вещи, которые мы можем влиять, есть вещи, которые мы не можем влиять, мы не можем влиять на уровень воды в озере, мы не можем влиять на то, как льет рыба, что там с ней происходит, кто там ее поймал или не поймал Поэтому и сотрясать воздух на этот счет, метая какие-то критические, одиночные, замечу, стрелы в организаторов, я считаю, пустое занятие, делают они огромное дело. И нужно всем объединиться вокруг них и помогать им развивать этот галилейский карп, чтобы зимой, когда у нас, после новогодних праздников, когда мы дожевываем последнюю ложку оливье, встаем, берем удочку и отправляемся в Израиль для того, чтобы посоревноваться, половить рыбу, пообщаться с друзьями, кому что нужно. Это прекрасная возможность, нужно все это сделать. Я вас всех призываю на следующий год, по имени того, что я призываю организаторов постоянно улучшать качество этого турнира, делать этот турнир массовым, качественным, качественным по составу участников, более качественным по организации. Я призываю все еще команды, все команды, все странные, пожалуйста, кто хочет моего мнения, позвонят мне, приезжать на этот турнир в следующем году и мы собираемся ездить ежегодно, тем более, что нам это удобно. Это первый этап лиги, мы получили здесь очки, 4 команды лиговские участвовали, Белая Церковь, привет. Вот. И мы проведем определенную работу, пообщаемся с нашими друзьями в Грузии, в Прибалтике, в Казахстане. И на следующий год десант высадится сюда еще больше, потому что на самом деле это очень крутая тусовка, очень. Это когда-нибудь официальный спорт померкнет перед вот такими мероприятиями, если они будут массовыми, централизованными, если они будут увязаны в какую-то еще логическую цепочку и так далее. Ну и оставайтесь с нами. Хочу вас всех поблагодарить за то, что вы были активными, за то, что вы были с нами здесь на тяжелой этой рыбалке, соревнованиях, за то, что вы критиковали нас, за то, что вы нас хвалили, вообще за то, что вы есть и за то, что вы есть в карфишинге. Потому что нас всех объединяет, мы из всех разных возрастов, религий, вероисповеданий, не буду говорить ориентации, надеюсь, что это не так. Но может быть и не так. Но нас всех объединяет одно, карфишинг, который мы любим, которым мы увлекаемся, который занимает большую часть нашего мозга. Мы летим домой, у нас отличное настроение, мы получили массу удовольствия, массу контента, массу опыта, что очень важно. И совсем скоро, я думаю, что мы уже выйдем на связь, для того, чтобы в очередной раз замутить какой-нибудь экшен, крутой экшен. Всем пока, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok